Всем привет, мои дорогие! Всем привет-привет! Большой привет от меня! Я очень редко, вы знаете, выхожу в эфир вот так вот на камеру, но сегодня хочу немножко с вами поговорить по душам. Мне тут многие говорят, что именно поговорить по душам, они хотят увидеть меня. И я вам не только видео своё покажу, но и также фотографии. Это фотографии в доме моего друга. Я там видео как-то не очень часто снимаю. Чаще всего, быстрее всего сделать просто фотографию. И, кстати, посмотрите на стене, вот сейчас ближе вам покажу, именно на фоне той картины, которую я подарила своему другу на день рождения, сама нарисовала. Вот так здорово она смотрится, и мне приятно, что он её повесил на видное место в своём доме. Приехала в лес с вами первый раз в этом году, в 2024-м. Сегодня у нас суббота, и, вы знаете, чудесная погода, которая здесь в Англии называется, вы не поверите, Индиансамма, индийское лето. Это те же самые дни, которые в России называются Бабия лето. Так вот, сегодня я расскажу вам всё то, что обещала рассказать. А именно, почему я поехала одна в этот раз на Гран-Канарию, на свой любимый остров. Потому что друг мой решил поехать как раз на празднование вот этих дней Д, как называется здесь в Англии, высадка нормандская. И он решил поехать в Нормандию, там походить по музеям, посмотреть все эти исторические места. Ему, конечно, как англичанину это очень интересно. Но, вы знаете, я решила, что мне не очень это интересно. Тем более, что погода была в Англии, да и во Франции тоже, на удивление, дождливая, промозглая. Вообще, в этом году лето было ужасное. Или сказать, больше лета практически не было в этом году. Поэтому я решила для себя лето продлить. Я поехала в солнечную Испанию, а мой друг поехал с друзьями. У него три друга тоже такие, любители исторических мест. И они поехали в Нормандию на неделю. И, кстати, знаете, мне это очень нравится. Иногда вот так вот отдыхать по-разному. Отдыхать отдельно. И это тоже как-то наше отношение улучшает, мне кажется. И после долгого расставания, как вы знаете, встречи всегда бывают очень приятными. Вот так у нас и случилось. И при том еще, что друг уже мой приехал через неделю, а я, вы знаете, загостилась на Гран-Канарии и осталась еще на недельку. Я уже тоже вам об этом рассказывала. Ну, потому что я смотрю каждый день дождь. И дождь, и дождь в Англии. Дождь, и дождь. А здесь на Гран-Канарии такая красота. Плюс 25, плюс 27. Теплая вода. Можно купаться. В общем, отдохнула я, конечно, великолепно. И сколько я себе оттуда привезла обновок. Я же тоже вам об этом хотела рассказать. Так вот, давайте как раз это я вам все сейчас и покажу, друзья. Вот вам свои новые покупки. И вот как раз это платье, которое на мне. Вот оно здесь. Это Ньюспейпопринт. Модная такая платьица. Оно трикотажное. Очень мягкое. Знаете, ну, наверное, простенько. Оно еще и с этим сзади. С капюшоном. Вот видите. В общем, мне очень оно понравилось. Я его себе купила. Стоит оно 25 евро. Совсем недорого. Вот еще такой сразу я купила набор. Тоже в очень хорошем магазине. Это все на Гранд-Канарии. Вот такой удлиненный пиджак. Модно сейчас. И вот такой вот льняной сарафанчик под низ. И самая вишенка на торте. Это вот этот шикарный пояс. Я хотела вам его тут показать. Как классно это смотрится все вместе. Но я сейчас, наверное, фотку найду. Когда я его тоже мерила, примеряла. Я покажу вам. Вот фотка в примерочной, когда я все это на себя надела. И мне понравилось. Я сразу же купила. Так вот, этот набор все вместе стоит 60 фунтов. Совсем недорого. Вот 30 фунтов стоит льняной сарафанчик. Вот этот 25 фунтов стоит удлиненный пиджак. Он тоже, по-моему, вискоза какая-то льняная. И вот этот, по странному стечению обстоятельств, очень дешевый ремень, который мне нравится. Он стоит всего лишь 8 фунтов. Вот такая сумка кожаная. Модный бренд Anikin. Тоже купила там, на Гранд Канарии. И вы знаете, ну это, в общем-то, дорогая сумка. Она даже со скидкой стоит 56 евро. А так-то еще стоила 70 вообще. Вот еще платье, смотрите. Вот такое. Я вообще-то, знаете, платьями не увлекалась никогда. И не носила. А сейчас я подзагорела. Там в Испании немножко похудела. Но у меня это быстро худеть-полнеть. И вот я себе купила. И, кстати, это платье, оно... Я его купила сразу с поясом, видите, да? С черным. Когда я его с поясом одеваю, оно смотрится великолепно. Даже несмотря на мою, знаете, такую немножко объемную фигуру, как я ее называю. Вот показываю вам опять фотки, как это выглядит все вместе. По-моему, очень неплохо. И вы знаете, я уже перестала страдать по поводу того, что вот у меня немножко расплылась фигура. А что делать, друзья? Что есть, то есть. И уже от этого никуда не денешься. Но зато я могу носить то, что мне нравится сейчас. Вот такой пиджачок я себе еще купила. Смотрите, он трикотажный. Толстый трикотаж и с такими блестками вязка. Смотрится неплохо. Буду носить в холодную осень. Вот еще такую футболочку я купила. You are naturally beautiful. Но не из-за того, что здесь надпись такая, а просто мне нравится цвет этот такой. Как бы фисташковый или какой, да? Я люблю вырез такой. Ну и потом это пункт Рома. Это очень известный бренд. И стоит она дорого, на удивление. Хотя обычная футболочка тоже такой легкий. Очень легкий трикотаж, видите, да? Вот. Но стоит она 25 евро. По-моему, дороговато. Вот еще такая блузочка. Очень тоненькая. Ничего такая. Но она, я бы не сказала, что модная. Она уже давно. Такие модели продаются уже давно. Она очень легкая в носке, в жару. Я ее купила для Таиланда. Ну и еще почему я ее купила. Потому что, посмотрите, конечно же, здесь эта скидка не оставит никого равнодушной. 32,95 евро. А купила я ее за 15. А это, не пугайтесь, моя косметика. Это мой столик вот тут вот перед зеркалом. И я вот тут вот крашусь. Вот здесь основа. Я, кстати, покажу вам, наверное, да? Что я использую больше всего. Что мне больше всего нравится. Вот это вот база, которая заполняет поры. Вот еще такая база у меня есть. Кому интересно. И вот эта вот база. Это бюджетный вариант. Это корейская косметика. Вы знаете, я ее люблю. Она у меня уже практически кончилась. Но я ее снова заказала. Вот эта база. И дальше фаундейшн. Это вот такая вот основа тоже под макияж. Ну и дальше всякие разные консилеры. И одни, и вторые. Третьи, пятые, десятые. Вот этот мне очень нравится. Карандаш. Которым я наношу румяна себе. И все остальное прочее. Если хотите, я вам обязательно сниму видео. Как я крашусь. Что я применяю. Вот с ума схожу. Последнее время. Классная погода. Вы видите, да, друзья? Сегодня плюс восемнадцать. И вот такой вот чистый, красивый, хороший день. День сухой, недождливый, неветренный. Я говорю, середина октября в Англии. Это я продолжаю по лесу гулять. Чтобы вас совсем не запутать, друзья. Это не Испания. Это Англия. Мой любимый лес. И вот река осенью, она полноводная, как сказать. Ну да, сравнительно полноводная, потому что летом здесь было просто болото. Так, ну вот, друзья, частично я вам рассказала и показала свои покупки, то, что обещала. И рассказала, почему я поехала одна в Испанию. Я всегда выполняю свои обещания. Ну и ещё одна тема, которую я вам обещала открыть, раскрыть, почему я не могу выйти замуж, когда хочу. Да, вот эта вот тема немножко такая более обширная, поэтому я её напоследок оставила. И вы знаете, интересная очень история. Хотите верьте, хотите нет. Но в данном случае мой друг, как говорится, созрел. Мы с ним уже знаем друг друга больше года. Мы познакомились в августе прошлого года. Вот. И как бы всё у нас нормально, очень замечательно. Мы постоянно ездим друг к другу в гости. Наши отношения, они развиваются постепенно. Именно то, что, в общем-то, мы и хотим от отношений, мы поддерживаем друг друга, ездим вместе куда-то и проводим вместе очень много времени. И вспомнилось, мне пришло на ум, какой-то спектакль, я уж не помню. Я только помню, что там играла Татьяна Пельцер, такую очень пожилую даму, которая жила на пенсии своих мужей, а их было у неё целых пять. И она рассказывала, что она всех своих мужей очень любила. Как называется? Напомните мне этот спектакль. Он очень популярный. Проснись и пой, по-моему, да? Вот. И там она говорит, что я бы, например, выходила и выходила замуж вот сейчас, уже с возрастом. Я вот думаю, что зачем я отказывала многим? Нужно было выходить замуж, когда тебя зовут. И вот, вы знаете, мне эта очень история понравилась. А ещё понравилось мне... Недавно я смотрела видео-интервью Владимира Познера. И он там рассказывает о том, как он трудно уходил от своей второй жены, с которой они прожили больше 35 лет. Представляете? Ну, Познер – это вообще, конечно, песня. Мне он очень нравится. Очень интеллигентный человек. Прекрасно выглядит. Образованный. У него три паспорта, да? Ну, дело даже не в этом, а в том, что ему исполнилось 90 лет. Это поверить просто трудно. И человек продолжает вести такую активную жизнь. И вот он говорит, что в 72 года, когда я развёлся со своей второй женой Натальей, с которой прожили мы 35 лет, я очень был расстроен. И, в общем-то, мне все говорили, куда ты, что ты. В таком возрасте, в принципе, можно было просто доживать. Он сказал, что их отношения с Натальей, они уже пришли к концу, подошли к концу, и любовь закончилась. Но он, конечно, не раскрывает всех подробностей этих проблемных отношений уже в таком возрасте. Ну, наверное, что-то там такое не случилось. И он говорит, что он уже практически смирился с такой своей жизнью несчастливой. И вдруг он встретил женщину, которую полюбил, которая его на 21 год моложе. Можете себе представить? И вот он в 72 года начал новую жизнь. Я это к чему говорю? К тому, что никогда не поздно к лучшему менять свою жизнь, никогда не поздно свою жизнь улучшать, не бояться двигаться вперёд, ни в каком возрасте, как говорится, ещё не поздно. Так вот, я хочу вернуться к тому вопросу, почему я не могу выйти замуж, когда хочу. Вот вы представляете, и ведь это действительно непраздный вопрос, а это так и получилось. Что, в принципе, вот это всё я вам не просто так рассказала, я сказала, что нужно быть готовым менять свою жизнь в любом возрасте, идти вперёд. И уже, вы знаете, мой друг мне неоднократно намекал и говорил, что, ты знаешь, любые отношения, они должны развиваться. Если отношения не развиваются, значит, они останавливаются. И он так легко, ненавязчиво пытался поговорить о нашей будущей совместной жизни или несовместной, то есть как мы будем продолжать. Он, в принципе, готов уже, чтобы я переехала к нему, ну, а там уже будет окончательно видно, нужны ли мы друг другу и сможем ли мы вместе существовать уже постоянно. Мы уже люди достаточно зрелые, повидавшие жизнь, и, как говорится, бросаться в омут с головой здесь тоже совершенно ни к чему. Но я что хочу сказать, что я даже боюсь, когда он начинает вот такие вот заводить серьёзные разговоры. А почему? Почему я не могу подумать о том, чтобы мне вот выйти замуж за него? И почему я не могу этого сделать? И здесь, вы знаете, всему виной, вы не поверите, английские законы. А именно, по-моему, я уже вам тоже много рассказывала, да и вы сами, наверное, можете догадаться, что я, не работая в этой стране, в Англии более десяти лет, пенсию в этой стране не имею. Я имею пенсию моего умершего мужа. И, кстати, сказать, что эта пенсия отменена уже в данный момент. Я имею в виду, что закон уже новый издали. Всё усугубляется с каждым годом всё хуже и хуже со всеми этими бенефитами, помощью и льготами. То есть теперь уже с 2016, по-моему, года отменена эта пенсия умершего супруга. То есть я успела вскочить практически в последний вагон. И я надеюсь, что, так как закон не имеет обратной силы, у меня уже эту пенсию забрать не смогут. Она мне по закону полагается. Я успела по этому закону получать эту пенсию. Ну и других доходов у меня в Англии нет. Вот ещё небольшой доход от YouTube-канала, который, к сожалению, сейчас просто обнулился из-за того, что нет монетизации для российских зрителей. Так вот, по английскому закону, если человек, получающий пенсию умершего супруга, вдруг решил вступить снова в брак, то он сразу же теряет право на получение этой пенсии от умершего супруга. Ну вот и всё. То есть получается, что я не могу выйти замуж, я, вернее, даже не хочу выходить замуж на таких условиях, что я буду опять зависеть материально полностью от моего супруга. Неизвестно, как там дальше повернётся жизнь, и я так рисковать не могу и не хочу. Я хочу иметь свои личные деньги. Ну вот, друзья, и ответ вам на вопрос. И, вы знаете, я никогда бы не могла подумать, что мне уже в моём возрасте 60+, ещё кто-то или что-то, в данном случае закон, да, будет указывать, как мне дальше жить. Я думала, что уже никаких не может быть проблем, и если я что-то решу, и если я решу выйти замуж, то я и выйду замуж спокойно. А то мы всё чего-то, то родителей боимся в молодости, то квартиры нет, то ещё что-нибудь, то доучиться нужно. А здесь, казалось бы, уже ничего не мешает. И вдруг на тебе. И снова здорово. И снова мне указывают, как мне дальше жить. Ну вот, друзья, я ответила на все вопросы, которые я хотела вам сказать, рассказать в своём первом видео. Уж не обижайтесь, что так получилось, но это действительно не по моей вине. Вообще очень плохо грузятся длинные видео. Вот это видео сейчас у меня уже 20 минут. Уж я не знаю, сможет ли ваш замедленный YouTube, я имею в виду Россию, это видео загрузить. А у меня для вас ещё не всё. Смотрите на эту прелесть. Посмотрите на эти стулья. Что они вам напоминают? Я уверена, что вы сразу вспомнили самый смешной и самый интересный роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Представляете, какая прелесть? Когда я увидела первый раз, у них даже драпировка в полосочку. Точно такая же, да? Вот и тут тоже, посмотрите. Здесь у моего друга, конечно, не двенадцать таких, а набор всего шесть. Но, тем не менее, классно воспоминание. Значит, получается, что эти стулья из фильма, из романа пришли к нам из Англии. Да, друзья, я привела вас в гости к моему другу показать, чем мы занимаемся. Вот я вам показываю, как обожает мой друг готовить. Это я только крышки поднимаю, вам показываю. А делает всё он. Вот посмотрите, какую огромную здесь кастрюлю. Он только что поставил в духовку. И это он готовит мясо говядина Болоньес. Говядина по-французски с красным вином. Очень много ингредиентов, очень много специй. Готовится очень долго и кропотливо. Вот мы готовили 4 часа, вернее. Мы, это значит, он готовил, а я была у него как подмастерья. Помогала, то есть лук чистила, чистила грибы, всё это нарезала, мясо нарезала, а он командовал, как шеф-повар. Вот уж действительно, очень нравится человеку готовить. Я вот, к сожалению, полностью весь процесс вам не стала показывать, потому что вообще забыла, что можно было это всё на камеру снять. Хотя бы по ускоренной съёмке показать, как готовится этот чудесный рецепт мяса Болоньес. Ну, хотя бы в конце сняла. Вы увидели такую вкусноту. Попробовать, конечно, я вам никак не смогу дать, но, поверьте, это очень вкусно. Очень красивый вид из окна, очень красивый закат. Вы только посмотрите, друзья. И ещё один вид потрясающий, которого не было никогда. Посмотрите, вот так срезали всё дерево, липы. Хорошо, что я хоть сфотографировала здесь в специальном снаряжении три мужчины целый день пилили это дерево огромное. Спиливали ветку за веткой, и вот уже когда осталась одна вот такая верхушка, он там маленькие веточки спиливал, и я всё надеялась, что оставят хоть немножко этого дерева, но нет. Спилили всё подчистую, и потом ещё вот очень долго собирали. Вот и всё. Прощай, липа красивая, которая... Цвела, махала ветками, стучала иногда мне в окно и закрывала весь вид на город. Но вы знаете, вот сейчас, когда срезали это дерево, соседка моя снизу украсила его гирляндами даже, посмотрите. Это она инициатор того, чтобы срезать полностью это дерево. Я, в принципе, была не против срезать только часть, но, как говорится, меня никто не спрашивал. Она сказала, что ей там внизу... Вот там внизу она живёт. Видите, её садик, помните, наверное? Ну вот она сказала, что ей там очень темно. Уж я не знаю, каким образом она смогла получить разрешение, потому что это всё не так просто для того, чтобы спилить такое огромное дерево, при том, что оно было живое, не сухое, вот, и не болело ничем. Но это надо иметь веские какие-то причины. Значит, моя соседка смогла убедить консулат, мэрию английскую, и ей дали разрешение. А я вот приехала как раз с отдыха своего и вот это всё увидела. Вот так, друзья. На сегодня, наверное, у меня для вас всё. Задавайте ваши вопросы, пожалуйста, если они у вас есть. Я надеюсь, что вы поставите лайк этому видео. Не забудьте написать ваш комментарий. И не забудьте, друзья, подписаться на мой канал. Те, кто ещё не подписан и смотрит давным-давно мои видео. Друзья, у меня осталось совсем немножко, до ста тысяч. А вы знаете, что в январе у меня день рождения и у меня будет юбилей, друзья. Мне исполнится... Боже мой, я говорю вам по секрету. Мне исполнится 70 лет. Ну вот что остаётся здесь сказать? Вы знаете, возраст – это только цифра. Age – it's just a number. Как говорят англичане. Всем, друзья, пока-пока. Пояснение для тех, кто не понял. И я показала свой отдых в Египте в апреле месяце этого года. Это меня снимал мой друг, как я плавала с трубкой и с маской. Вот. Я садиться ещё не буду, конечно же, потому что я только зашла в лес. А вам хочу сказать – усаживайтесь поудобнее, друзья. И давайте начнём.